В Астане завершил работу двухдневный Евразийский Курултай социального предпринимательства. Это ежегодное мероприятие, которое собирает мировых лидеров сферы и ведущих экспертов, представителей общественных, международных и госорганизаций, а также благотворительных фондов. Участники делились опытом, устанавливали стратегические партнерства, представляли успешные кейсы в области социального предпринимательства, а также обсуждали новые возможности и вызовы в области социальных инноваций. С какими проблемами сталкиваются социальные предприниматели в Казахстане, узнавала Роза Сатканова. Второй день в Астане проходит форум социального предпринимательства. Участвуют в нем около 800 предпринимателей со всей страны. В чем же отличие социальных предпринимателей от обычных? Во главу угла они ставят не столько получение прибыли, но решение социальных, экологических и других проблем. Не всегда охотно берут людей с ограниченными способностями, правильно же? А мы, наоборот, предоставляем эту работу и стимулируем их. Вот астовак, вот жамбастовак, вот эти вот для курдаков, вот хорошо берут вот для курдаков. Это прям, видите, оно прям выдолблено, да, и это чисто ручная работа все это идет. Берется лист, видите, вот это все вручную, вот это не на клею, это не клей, это прям цельно идет, и человек может спокойно асподавать, он не будет бояться, что у него ручка оторвется, например. Есть продукция, которая делается своими руками, и мы хотим возродить культуру нашего казахского народа, наше народное творчество. Свои проекты, продукты и услуги социальные предприниматели представили на выставке-ярмарке. Многие товары раскупались здесь же. Особым спросом пользовалась продукция в этно-стиле. На выставке представлено очень много ручной работы, очень сложно пройти мимо такой красоты. Можно посмотреть? А, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Жолдес, я приехала из Каменогорска. Социальным предпринимательством занимаюсь с 19-го года. У нас два направления работы. Обучаю женщин из социально уязвимой категории населения. Это вот многодетные мамы, мамы-одиночки, и у кого есть особенные детки, обучаю этому ремеслу бесплатно. Второй аспект моего социального предпринимательства – это безотходное производство. Допустим, сначала мы шьем крупные изделия, из остатков шьем вот такие средние изделия. И вот до самых мельчайших изделий мы используем ткани. Чтобы ничего не уходило в мусор, подобные изделия у нас в основном уходят в зарубеж. Для гостинца берут, допустим, вот так я или маленькие сумочки. Социальное предприятие зачастую зависит от грантов и пожертвований. Поэтому для их поддержки важно развивать механизмы микрофинансирования и другие инструменты, отметил выступивший на Курултая спикер Сената парламента Маулина Шимбаев. По его словам, специальная инфраструктура, включающая консультационные услуги, обучение, тренинги, особенно необходима в регионах. Социальные предприниматели являются важными партнерами государства в решении ключевых общественных задач. Принят закон о социальном предпринимательстве, а также внесены соответствующие изменения в социальный кодекс. Они могут претендовать на различную финансовую, инфраструктурную и консультационную государственную поддержку. Предоставляются микрокредиты по ставке 7%. В текущем году государственные гаранты предусмотрены исключительно для субъектов социального предпринимательства, без отраслевых ограничений. Сумма государственного гранта составляет до 5 миллионов тенге на одного предпринимателя. На 1 ноября текущего года Акиматами, Акмолинская, Балладарская, Жолковская, Козладинской областей и города Шимкен предоставлены гранты на сумму 380 миллионов тенге. Среди получивших гранты руководитель реабилитационного центра Шолпан Даньярва. На эти средства врач планирует закупить необходимое оборудование. Грант мы выиграли в качестве развития нашей инклюзивной мастерской, так как у нас наш проект это интеграция медицины и коррекционной педагогики. Я пришла через свою боль, когда моей дочери в 6 месяцев сказали, что она не будет работать руками и разговаривать. Сейчас ей 15 лет, она член дебатного, президент дебатного клуба, я не знаю, но дебатер, есть кнопка вкл, и она делает вот такие украшения. Это все ее работа, и поэтому я с гордостью ношу. И я знаю, что у каждого ребенка, даже когда говорят, что нет, невозможно, есть всегда возможность вырасти и стать большим человеком. Участники предложили создание единого реестра социальных проектов и грантовую программу для поддержки стартапов. Запускаем проект «Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан», платформу, где будут самые сильные социальные предприниматели. Также в Казахстане, чтобы улучшить сейчас нормотворчество, в законе с Министерством национальной экономики мы проводим такую работу. Также отдельно для производителей очень остро строить социальных предпринимателей момент сбыта, тоже будем отдельно отрабатывать, конечно же, и обучение. Самая важная задача, что это масштабируемость социальных проектов, и сейчас наш уровень проектов сильно радует. 30 социальных предпринимателей были награждены за их вклад в развитие социального предпринимательства в стране. А в январе 2025 года планируется открытие Евразийского социального хаба – Центр для обучения, акселерации и поддержки социальных предпринимателей.